Разобраться со стипендиями в Северном государственном и медицинском университете поручил губернатор региона Александр Цибульский. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что размеры выплат студентам, ординаторам и аспирантам из ГМУ были сокращены. Сегодня в Медвузе обучается 799 студентов-целевиков. Они получают стипендии из областного бюджета. Деньги на эти цели поступают вовремя и в полном объеме. Казалось бы, это федеральный вуз, и не наши с вами полномочия, и не наши с вами решения. Мы могли бы в целом устраниться в комментариях, но тем не менее, надо еще и помнить, что это университет, который находится на территории Архангельской области. Это учебное заведение, на которое мы с вами не раз это говорили. Мы возлагаем большие надежды и в части восполнения и пополнения дефицита медицинских кадров в нашем регионе. Это наша гордость, это наше конкурентное преимущество. Это медицинский вуз такого уровня, которым не могут похвастаться большинство субъектов Российской Федерации. Я уже не говорю о наших северных и арктических соседях. Глава региона поручил зампреду регионального правительства Олесе Старжинской взять ситуацию под личный контроль. Еще одна проблема, которую поднял Александр Цибульский – ситуация в 4-й городской больнице Архангельска. Пациенты жаловались на жуткий холод в палатах. Понятно, что не все иногда в силах руководителя учреждения. Иногда им нужна помощь. И если бы мы с вами заранее или на самом начале возникновения этой проблемы вместе узнали о ее существовании, не узнавали уже, когда пациенты практически от ощущения безысходности начинают жаловаться в социальных сетях, мы смогли бы ее не допустить. Для этого были все возможности. Глава региона отметил, цитирую, «Прежде чем лечить людей, надо вылечить само здравоохранение. Тогда подобных ситуаций и не будет возникать». Конец цитаты.